Продолжение следует... 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 Два вебинара уже прошло... И еще два нам предстоит... Напомню, что... Через... Через день... 3 декабря... Будет... Вебинар для преподавателей... Ну и для библиотекарей тоже, конечно... Посвященный функционалу преподавателя... И что еще... Университетская библиотека для преподавателя может сделать... Чем она ему может быть интересным... Этот вебинар тоже буду вести я... И ровно через неделю... 8 декабря... Будет последний вебинар... Который будет вести Константин Николаевич Костюк... Публикация выпускных квалификационных работ... ВБС... Новые нормативные требования... Еще раз... Хочу опубликовать то место... С которого вы можете... С которого вы можете... Подписаться на оставшиеся вебинары... Записаться, точнее... Зарегистрироваться на... Оставшиеся вебинары... Вот... Сейчас я эту ссылку размещу в чате... Вот здесь... Наша новость... И заодно в конце этой новости... Есть... Строки для регистрации... В оставшихся вебинарах... Как всегда я хочу обратить внимание... Значит... Справа от вас... Примерно вот здесь... Извините... Я каждый раз это подробно описываю... Потому что приходят новые люди... И не все это знают... Да... Примерно вот здесь вот... Находится панелька под названием... Общедоступные ресурсы... Если ее нет... Сейчас объясню... Что делать... Значит... Если она есть... То на ней вы видите... В настоящий момент... Пять пунктов... Один пункт... Это... С изображением дискетки... Это... Моя сегодняшняя презентация... И ее вы можете скачать... И использовать... По назначению... У себя... И... Еще есть... Четыре строчки... Которые являются ссылками... Этими ссылками можно... Воспользоваться... Нажав на иконочку... Земного шара... Слева... От этих ссылок... Что это за ссылки? Это... Дополнительная информация... Некоторые... Это... Первая ссылочка... Это инструкция по сервису... Книгообеспеченности... Которые есть на нашем... Сайте... Вторая ссылка... Это ссылка на наш... Видеоканал в YouTube... Третья ссылка... Это ссылочка на... Нашу страничку в Facebook... И... Четвертая ссылка... Это... Ссылка на записи вебинаров... В том числе... Этих вебинаров... Которые... Прошли... И которые... Записи которых... Через некоторое время... Появляются на нашем... Учебном видеопортале... На YouTube... Я сразу хочу извиниться... Предыдущий вебинар... По техническим причинам... Не удалось опубликовать... В видео... В видеорежиме... Он не был записан... Поэтому... Вот он так... Останется без записи... Остальные же все... Будут помещены... И что-то уже размещено... Вы можете смотреть... По этой вот ссылочке... Теперь... По поводу тех... У кого... Нету... Вот этой вот... Панельки... Общедоступные ресурсы... Значит... Для этого... Смотрим наверх... Вот примерно... Вот сюда... В этом направлении... Примерно... Видим ряд иконок... Первая с поднятой рукой... Потом... Смайлик... У меня вот... Третья иконка... Не вижу ссылок... Вот я сейчас объясняю... Как это сделать... Коллеги... Те, кто не слышит... Я так понимаю... Что эта проблема... Все-таки на вашей стороне... Потому что... Большинство людей слышат... Вот... Так вот... Поясняю... Что делать... Если этого... Этой панельки нет... Обратите внимание... Наверху... Есть... Третья слева иконочка... С изображением... Папочки... Желтенькой папочки... Вот... Попытайтесь ее нажать... И отжать... И посмотреть... Что получится... Вот... Когда вы ее... Когда она в нормальном... Нажатом состоянии... То справа... Возникает... Панелька... Общедоступные ресурсы... Пожалуйста... У кого нет... Попробуйте... И... Скажите... Получилось ли у вас... Или нет... Должно получиться... Если нет... Все... Замечательно... Ну... Значит... Работает... Вот... Как всегда... Я говорю... Что... Моей презентацией... Всегда... Можно пользоваться... Желательно... Со ссылкой... На... На... Меня... Или на нас... На... Университетскую... Библиотеку... Онлайн... Мы всячески... Приветствуем... Если вы... Нашими презентациями... Будете пользоваться... По... Своему назначению... То есть... Допустим... Назначите у себя семинар... На который позовете... Нужных вам людей... И... По нашей презентации... Или с использованием... Слайдов... Расскажите... О... О том... Что считаете нужным... А... Ну что ж... Давайте... Сотруем сейчас... Лишнее... Изображение... С... Вебинарами... Я думаю... Понятно... Пойдемте... Тогда... Дальше... По... Собственно... По нашему... Сегодняшнему... Плану... Итак... Какие... Вкратце... Э... 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 Так... Начинаю читать... Так... Я ваш вопрос понял... Значит... Все, что касается... Особенностей... Контента... Я был бы признателен... Если бы вы продублировали ваш вопрос... На мой... На мой адрес... В конце презентации вы его увидите... Или скачав презентацию... Вы его увидите... Я постараюсь... Конечно... Не забыть... Но... Желательно было бы... Вам продублировать... И я тогда перешлю... Ваш вопрос... Э... Э... Нашим библиографам... Которые занимаются... Пополнением... Или может быть... Они сразу вам расскажут... Э... Э... Что и где это лежит... И как... Как это искать... Вот... Я... Разумеется... По всему контенту знать не могу... Его... Почти 100... Сто тысяч наименований... Вот... Я сам пользуюсь... Как правило... Сервисом поиска... Для того... Чтобы... Что-то у нас найти... Итак... Какие у нас сегодня будут... Темы в нашем вебинаре... Просто читаю... По порядку... Что мы будем рассматривать... Первое... Это пути обеспечения... Книгообеспеченности... ВБС... Дальше мы рассмотрим... Книгообеспеченность... В нашем новом дизайне... В контексте нового дизайна... Поговорим о режимах... Книгообеспеченности... Режимах сервиса... Книгообеспеченности... Не самой... Книгообеспеченности... Дальше рассмотрим общий интерфейс сервиса книгообеспеченности, поговорим о том, какие кнопочки вызывают и для чего нужны. Дальше поговорим о том, как эту книгообеспеченность создать. Некое подобие пошаговой инструкции в нашей сегодняшней презентации будет тоже. Дальше рассмотрим вопрос, как добавлять книги к разделам книгообеспеченности, рассмотрим вопрос, как пользоваться рекомендациями вузов для того, чтобы книгообеспеченность построить по этому принципу рекомендательному, рассмотрим, как добавить собственную сетку дисциплин. Ну и в конце еще раз я вам расскажу чуть-чуть о показателях ЭБС, которые теперь к книгообеспеченности формально привязаны. Итак, давайте начнем сначала. Каким образом можно обеспечивать книгообеспеченность? Ну, прежде всего, хочу отметить, что после отмены примерно год назад приказа 1953 книгообеспеченность стала, по сути дела, ключевой отчетной нормой библиотеки. По ФГОСу есть такая норма, что библиотечный фонд должен быть укуплектован изданиями основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, модулей. Соответственно, вопрос, как создать такой набор литературы, который может обеспечить требования ФГОСов. Ну, как это обычно делается? Обычно рабочий план дисциплин заполняется, с одной стороны, преподавателями кафедр, снизу, а также отделами комплектования библиотек сверху, условно говоря, снизу и сверху. Ну, и каждая книга подразумевает отдельную транзакцию, отдельный поиск, где-то в ЭБС или в бумажном фонде, где-то ее надо либо покупать, приобретать, либо она уже есть, но ее как-то надо обозначить в книгообеспеченности. Соответственно, если на каждую книгу, а таких книг наверняка будут тысячи и десятки тысяч, даже для средних вузов. Ну, вот, к примеру, средний вуз – это около 500 дисциплин различных, которые реализуют 5, 10, 15 направлений подготовки. Если каждую книжку искать по отдельности, то нужны огромные ресурсы у библиотек. Это вообще, конечно, когда 4000 дисциплин – это вообще уму не постижим. Я говорил все-таки о более таком. Ну, я подозреваю, что в этих 4000 все-таки много похожих есть дисциплин, пересекающихся. Ну, ладно. Другими словами, если каждую книжку искать в отдельности, то это можно умориться, как библиотеке, так и кафедрам. Ну, и тут, соответственно, есть ограничения. У вас ограниченное количество сотрудников, финансирование, наличие на рынке литературы и в наличном книжном фонде. Как, собственно, мы предлагаем действовать? У нас есть некий механизм, который автоматизирует или полуавтоматизирует этот процесс, который позволяет сэкономить уйму времени. Ну, во-первых, хочу сказать, что вот такая ЭБС, как наша, которая обладает достаточно большим количеством наименований литературы, она изначально обладает значительными возможностями для покрытия большинства дисциплин. Ну, особенно по направлениям гуманитарным, экономическим и так далее. Во-вторых, используя рекомендательную информацию других вузов, можно здорово экономить время на то, чтобы искать эти книжки. Не надо искать книжку каждый раз по одной. Ну, и кроме того, да, я тут хотел бы сказать, что кроме, конечно, рекомендательного сервиса, есть еще и сервис, ну, тоже рекомендательный, но с нашей стороны. То есть, если вы реализуете какое-то направление из перечня АКСО, то это направление, и заказываете это направление в книгообеспеченности, да, то оно будет уже заполнено. Будет заполнено уже не только рекомендательными книжками, но и нами, наши библиографы, постараются максимально заполнить это направление, где-то с разбивкой по дисциплинам, где-то с разбивкой только по направлениям, по программам подготовки. Вот, ну, уже более-менее книжки будут сформированы по группам, из которых их проще будет доставать и конфигурировать. Вот, ну, и хочу сказать, что у нас везде есть кнопки выгрузки данных практически в каждом нашем сервисе, в книгообеспеченности особенно, это практически в каждой строчке, имеется возможность выгрузки данных в виде стандартных документов. В данном случае это документы Excel или формата CSV, из которых вы можете потом строить свои отчеты и использовать дальше их в своих отчетах. Так, читаю чат. Хорошо, да, я это приму к сведению. Вообще, это надо, конечно, обмозговать, ваше предложение. Я не хотел бы прямо сейчас в течение вебинара так вот на него отвечать, потому что это серьезное предложение. Я его обязательно передам. Да, предложение, конечно, хорошее, как вообще и любое предложение, которое обеспечивает некие массовые операции. Вот, как я вам уже рассказывал на предыдущем нашем вебинаре, вот в сервисе подключения пользователей есть средства для массовых операций путем загрузки импорта таблицы. Возможно, здесь тоже можно сделать что-то такое. Вообще, массовые операции, конечно, это здорово, и это здорово сокращает время. Хорошо, я передам эти все предложения. Я хотел бы сейчас обратиться к своему коллеге Андрею Лаптиеву, который тоже является ведущим нашего сегодняшнего вебинара. Он следит за всем, что здесь происходит. Будет вот эти вот предложения, которые поступают и вопросы, пожалуйста, копировать в отдельный файлик, а потом, чтобы мы могли их отдельно обсудить, выслать мне по почте и нашим библиографам тоже. Ну что ж, давайте пойдем дальше. Итак, давайте рассмотрим место книгообеспеченности в новом дизайне. Для тех, кто работает еще в старом дизайне, я хочу отметить, что вот по такой вот кнопочке мы можем переключиться к новому дизайну. Сейчас новый дизайн является дизайном по умолчанию, поэтому больше об этом говорить не буду. Ну и пару слов просто о новом дизайне, что он из себя представляет. Кто-то, наверное, уже видел эти два слайда, но на всякий случай повторю. Вот наш новый дизайн, он такой плоский весь, современный, контрастный. Да, надеюсь, что он более удобный, чем наш предыдущий дизайн. Мы над этим постоянно работаем. Из чего он состоит? Да, вот есть несколько полей. Верхнее поле – это поле наших проектов. По этим кнопочкам вы можете из ЭБС перейти в другие наши проекты, такие как интернет-магазин, артотека, портал и так далее. Так, далее, значит, есть поиск. Третий пункт – это личный кабинет, в данном случае библиотекаря. Вот в нем как раз и будет находиться наш сервис книгообеспеченности. Четвертый и пятый пункт – это разделы контента. Шестая область, вот эта вот большая, это область основных переходов, главные разделы нашего сайта. И седьмая область – это область задать вопрос. Ну и снизу есть область новостей, которые я призываю читать, потому что в них много чего интересного, не только проходные какие-то новости, но и ссылочки, и новые материалы, где что найти, обязательно читать. И вот вторая область, она нам тоже сегодня пригодится, потому что в ней находятся ссылки на какие-то, может быть, углубленные вещи, которым нет места в основном меню, но они тоже важные. Ну, про остальное не будем говорить, есть кнопки соцсетей и так далее. И вот где, собственно, находится книгообеспеченность. Книгообеспеченность находится после того, как вы нажимаете на кнопочку «Мой ВУЗ», появляется вот такое вот окошко, в нем по умолчанию открыта вкладочка «Мой ВУЗ», и в ней надо нажать пункт меню «Книгообеспеченность». Вот, собственно, мы в него и… Ой, Вера Сергеевна, давайте мы тоже этот вопрос оставим для объяснения вне вебинара, потому что сейчас, честно говоря, трудно на него ответить прямо, но мы обязательно на все ваши вопросы ответим. Вообще задавайте все ваши вопросы, я просто некоторые из них буду пропускать, если они не совсем по нашей теме, но мы их сконфигурируем и отошлем для ответов соответствующим людям. Вот, я хочу сказать, что вот для простоты я здесь книгообеспеченность объясняю на… на внешнем виде, на интерфейсе преподавателя мало чем отличается, вообще ничем не отличается сервис внутри, просто вот здесь у вас там будет больше пунктов, да, меню, практически и все. Вот, и это же говорит о том, что на самом деле, что сервис у нас комплексный, он позволяет преподавателям тоже работать в пространстве книгообеспеченности и добавлять те книжки, которые они считают нужным, то есть это такой, как сейчас любят говорить, коллаборативный сервис, когда можно совмещать работу, вот, и работа кафедры, работа библиотеки могут быть в одном едином информационном пространстве, заключаться вот здесь, вот в этом пункте меню. Так, давайте по ходу буду отвечать на вопрос. Еще раз, если кто-то в самом начале не услышал меня, значит, справа есть общедоступные ресурсы, и в них можно скачать презентацию не в конце вебинара, а прямо сейчас можно это сделать, в любой момент. Если у вас не включено, то, соответственно, включите общедоступные ресурсы кнопочкой сверху. Так. Так, насчет того, что некоторые книги недоступны, это зависит от вашей, прежде всего, от вашей подписки. Тут вопрос такой, значит, если у вас подписка такая, и вы не можете выходить за ее пределы, то, значит, вам надо ограничиваться этой подпиской. Если вы хотите какие-то коллекции или отдельные книжки докупить, обращайтесь к своему менеджеру. Но в самой книгообеспеченности в этом сервисе отображаются только те книжки, которые вам должны быть доступны. То есть все, что не входит в вашу подписку, вы не увидите. Значит, насчет того, что книжки исчезают. Значит, книжки исчезают... Вы знаете, давайте подождем. Через несколько кадров у меня как раз должна быть по этому поводу информация. Вообще-то в год из ЭБС, в который почти 100 тысяч книжек, исчезает 200-300 книжек, не больше. Значит, те книжки, которые исчезают, могут исчезать, они в книгообеспеченности помечены специальным значком. У нас есть понятие надежная и ненадежная книжка. Если ненадежная книжка, это та книжка, которая продлевается всего на год. Она с большой вероятностью будет продлена, но на 100% мы это не можем гарантировать. Если же книжка обозначена как надежная, галочкой такой, то значит, эта книжка в течение достаточно большого количества лет будет у нас, и мы уверены, что она никуда не исчезнет. Ну, вообще, мы работаем в правовом поле, а в правовом поле понятно, что книжки могут прийти и уйти, потому что нет бесконечных договоров на права. Все договоры на книжки, они срочные, и поэтому они на какой-то срок даются. Я думаю, что это вообще проблема вообще легального книгооборота в любой ЭБС стоит. Ну, может быть, за исключением тех книжек, которые являются собственностью самих ЭБС, как, например, у нас книжки издательства Директ Медиа. Итак, пойдем дальше. Значит, вот мы этот пункт вошли, ну и дальше давайте посмотрим, рассмотрим пункт режима. Перед тем даже, как рассмотреть собственный интерфейс, интерфейс. Что такое режим? Мы оставили для совместимости два различных режима работы с книгообеспеченностью. Первый режим – это по новому аксу, он по умолчанию высвечивается. И старый режим – это по старому аксу… Прошу прощения, сейчас я выключу телефон свой. По старому аксу… Чем они отличаются, да? В старом аксу у нас идут УГС, укрепленные группы специальностей, их 28. В новом аксу идут УГСН, укрепленные группы специальностей и направлений подготовки, их 55. Они частично совпадают, но, разумеется, новое аксу более подробное. Итак, справа у нас, вот здесь вот еще раз обозначу, есть такая кнопочка. Это именно кнопочка, это не информер, который говорит, что сейчас показано, а именно кнопочка переключения. То есть, если у вас сейчас книгообеспеченность по новому аксу, то, соответственно, эта кнопочка будет переключать к старому. Ну и наоборот. Наоборот, будет выглядеть вот так. Книгообеспеченность по старому аксу, а кнопочка ведет к новому аксу. Соответственно, вот обратите внимание, вот здесь вот другие по-другому обозначены основные элементы книгообеспеченности в соответствии со старым или с новым аксу. Ну а теперь давайте рассмотрим основной интерфейс. Ну вот так выглядит, за исключением вот этого момента, здесь у меня выбран некий тестовый вуз, в котором уже частично заполнены определенные направления подготовки. Ну вот по аксу здесь вот третий, четвертый, пятнадцатый, два раза тридцать восьмое и сороковое. Я хочу сказать, что вам никто не мешает заполнять их столько, сколько вам надо. Это не обязательно один в один те направления, которые у вас есть. Я вам потом хочу рассказать, что сюда вы можете включить, кроме того, что вам надо по ВГОСам, можете включить любые категории. Категории, например, по дополнительным образовательным программам, по научным интересам определенных ваших кафедр или сотрудников. То есть здесь вы можете делать все, что угодно. Но по умолчанию тут все построено по принципу АКСО и нового АКСО. Так, а можно ввести такой сервис, например, рядом с позицией, читать, при котором после каждой кумы о строке и размещении ВБС, чтобы преподавать. Не совсем понятно, что такая строка размещения в ВБС, потому что ВБС – это база данных, в которой каждая книжка не имеет строгой строки. Она в разных местах находится, в разных контекстах. Может быть, вы имеете в виду строку размещения в книгообеспеченности? Ну, это можно подумать, но это, наверное, реализовать… Наверное, можно, да. Наверное, как-то можно. Давайте, да, мы эти предложения тоже все зафиксируем каким-то образом. Так, хорошо, да. Я понял, что вы хотели бы иметь… возможность обратного, когда книжка уже у вас открыта, чтобы понять, где она в вашей книгообеспеченности и что она… где ее искать. Да, но я только хочу сказать, хочу отметить, что отношения – это не взаимно однозначное, да, то есть одна книжка, она может принадлежать очень многим строкам, там, хоть 40 или 50. Так что тут все не так просто. Ирина Николаевна, вот для этого существуют специальные указания о том, что книжка надежная или ненадежная. Сейчас мы к этому вопросу подойдем. И если возле книжки стоит галочка определенной конфигурации, это значит, что эта книжка в ближайший год точно не пропадет. Скорее всего, вот я вот даже могу вам сейчас, давайте перелистаю. Вот видите, вот тут вот, если рядом с книжкой стоит такая галочка, то можно навести на эту галочку мышку и можно посмотреть, до какого времени эта книжка договор на эту книжку. Если стоит галочка, то это, скорее всего, договор дальний какой-то, больше, чем года. Это два или три года. Давайте вернемся. Я вижу просто, что у вас массовый интерес к этому вопросу. Итак, давайте поговорим о том, что здесь есть вообще в сервисе. По результатам поиска надо посмотреть, что-то такое у нас там было тоже. При начальном отборе литературы. Ну, вот вопрос в том, как вы начально отбираете литературу. В принципе, наверное, удобно было бы начально отбирать ее именно в сервисе книгообеспеченности, выбрав соответствующие программы обучения, да, и в них тогда уже посмотреть, чего есть. Потому что там же уже заполнено будет половина, а то и больше. Хорошо, значит, давайте все-таки пойдем. Дальше, значит, первая – это вот эта кнопочка, которую мы уже рассмотрели. Вторая – набор кнопочек экспорта в Excel. Первая кнопочка – это экспорт в Excel всего. Да, это касается всего списка вообще, всей книгообеспеченности. Поэтому это при обширном заполнении работать это будет не быстро, то есть несколько минут будет этот файл формироваться. Второй – это файл в формате CSS. И третий – это тоже Excel-овский файл, но с сохранением структуры. Значит, ну, третий пункт – это, собственно, сами пункты книгообеспеченности. Сейчас мы посмотрим, как они раскрываются. Четвертый – набор кнопочек, который позволяет оперировать с одной категорией в книгообеспеченности. Например, вот этот набор кнопочек посвящен направлению подготовки физика и астрономии, точнее, укрупненной группе направлений физика и астрономии. И в ней, соответственно, есть такие кнопочки, как «Добавить книжку», «Добавить подкатегорию», «Редактировать название», «Экспортировать эту категорию в Excel» либо «Удалить эту категорию». Далее вы можете выбрать здесь, поставить галочки определенные, и что-то с этим сделать, например, «Удалить». Кроме этого, вы можете добавить свою категорию в качестве базовой. Не какой-то ГУСН, а какие угодно. Например, «Любимые книжки ректора» или «Для диссертации директора библиотеки» или все, что вам угодно. По любой классификации понятно, что УГСН – это не единственные смысловые единицы, которые вас могут интересовать в вашей ЭБС. Поэтому есть возможность добавить любую категорию. Дальше, если у вас по какой-то причине нет ресурсов, и вы все-таки не разбираетесь или не хотите разбираться с тем, как вам сделать книгообеспеченность, вы можете сформировать в виде краткой Excel-таблицы или просто в виде текста ту структуру, которая вас интересует, и послать ее нам. И тогда мы за вас эту книгообеспеченность сделаем, наши библиографы. Ну и последняя кнопочка – это добавить еще одну категорию в виде УГСН. То есть, допустим, там какую-нибудь 42-ю УГСН. Вот вкратце интерфейс, не раскрывая его глубоко. Сейчас мы пойдем чуть-чуть дальше. Теперь, как же, собственно, какой штатный путь для формирования книгообеспеченности? Первое, что вам надо, это добавить еще одну УГСН, там первую, вторую, третью, по вот этой вот кнопочке. Вернемся, да? По вот этой вот кнопочке. Значит, внутри этой УГСН каждое направление имеет три ступени – бакалавр, магистр и литература по направлению. Литература по направлению – это нераспределенная литература по бакалавриату и магистратуре ее. Либо можно там оставить нераспределенное, либо распределить по бакалавриату и магистратуре по конкретным дисциплинам. Да, частный вопрос – не рассматриваем ли мы аспирантуру? Я думаю, что аспирантуру – нет, пока не рассматриваем. Это особый сложный пункт, который требует своего подхода, потому что там гораздо больше вариативность. Поэтому, в общем, на аспирантуру мы пока не поднялись. Ну, скажем так, мы не поднялись в смысле автоматического заполнения. Разумеется, вы можете сделать под аспирантуру свои категории и внутри них по известным вам признакам собирать литературу в аспирантуру. Но автоматически у нас это пока не делается. Ну, и внутри каждый специалитет, да, специалитет кое-где оставлен, там, где они есть для совместимости с предыдущими. Ну, во-первых, да, во-первых, специалитет есть по новым ГОСам, во-вторых, есть доучивающиеся последние годы специалисты. Для них тоже есть соответствующие графы, если это если это та специальность, где это есть, то направление, где это есть. Значит, внутри каждого пункта есть самый нижний уровень. Это строки из базовой части ЭБС или издательских коллекций. И уже внутри них когда вы нажимаете на эти строки, то попадаете собственно к списку литературы. Вот здесь показан увеличенно тот самый инструментарий, о котором я говорил. Этот инструментарий есть в категориях. Вот здесь вот он увеличенным образом. Только здесь есть еще один пункт, который мы с вами не рассмотрели. Давайте я сотру, чтобы удобнее было писать. Значит, давайте со второго начнем, потом я вернусь сюда. Значит, напоминаю еще раз, вот этот вот эта иконочка, это значит добавить книжку в категорию. Вот эта иконочка означает добавить под категорию в категорию. Вот этот вот пункт означает редактировать название категории. Этот пункт означает экспортировать данную категорию в таблицу Excel. И последний пункт, вот этот, означает удалить категорию. Ну, а вот этот вот шестой пункт, эта иконочка плавающая, она появляется не везде и не сразу. Значит, эта иконочка появляется тогда, когда определенные книжечки выбраны вот посредством галочек вот таких вот, это означает, что эту книжку надо поместить в данную подкатегорию. То есть, вы выбираете книжку где-то, допустим, из нераспределенной литературы и помещаете ее в какую-то конкретную дисциплину какого-то конкретного направления. Таким образом происходит перемещение книжек из одной раздела, из одной подкатегории в другую подкатегорию. В тот момент, когда вы завоете новую УГСН, она уже заполнена. заполнена теми рекомендациями, которые, во-первых, вы получаете от наших библиографов по данной теме, и второе, заполнена теми рекомендациями, которые пришли из других вузов. УГСН заполняется в соответствии с ЭФГОСом третьим, то есть, распределение по по дисциплинам там именно таково. В ГОСах более старших и в ГОСах 3+, собственно, распределение по дисциплинам отсутствует, но в качестве базовых можно взять те дисциплины, которые есть в ГОС 3. Вот так мы и поступаем. Таким образом, уже в момент, когда вы заводите УГСН, он уже наполнен, в достаточно хорошей степени наполнен, чтобы являться началом для работы по книгообеспеченности. Возможно, даже где-то это уже 80 или 90% всей работы. Ну и разумеется, вот это заполнение это не догма. Вы можете либо от него полностью отказаться, либо можете на основе его где-то подчикать, где-то добавить, и, соответственно, получить свой вариант. Вот тут я как раз хотел бы вот этим скриншотиком показать, как это, собственно, делается. То есть, например, есть некая нераспределенная литература. Вот она там. Здесь мы нажали на строчку из базовой части и видим здесь некое определенное количество строчек. Вот выбрали две книжки, которые нам интересны и решили, что мы хотим их поместить в бакалавриат, в прочее. Вот. И вот они, иконки, по которой надо нажать, чтобы вот эти книжечки перешли сюда. что значит перешли? Они могут быть в многих местах, поэтому они просто копируются туда. Дальше, значит, да, вот еще раз обращаю внимание, кто не видит вот этих иконочек у себя, до тех пор, пока вы не выбрали что-то галочкой, эти иконочки нигде и не возникнут. Вот. Соответственно, это инструмент для того, чтобы переносить книжки. Кроме того, что книжки можно переносить, значит, возможны и другие варианты изменения конфигурации. один из этих вариантов это добавление подкатегории. Вот, например, здесь я хочу в иностранный язык добавить еще какую-то категорию. Ну, например, иностранный язык разбить на какие-то конкретные языки, да, либо еще как-то глубже разбить это все. В этом случае вы нажимаете на вот эту кнопочку и добавляете какую-то подкатегорию в категорию. Соответственно, таким же образом можно добавлять дисциплину в направление, если подняться на один уровень выше, добавить какую-то дисциплину, которой у нас просто нету. Таким образом можно. добавление книг отдельных, кроме того, что их можно переносить, их можно еще и просто добавлять из того, что есть в нашей ЭБС. Добавление производится по вот этой вот кнопочке с изображением книжечки. Ну, и можно добавить одну или несколько книг сразу. Как это происходит? происходит это следующим образом. После того, как вы нажали на вот эту книжечку, выпадает вот такое окошечко, окошко фильтров. В нем можно фильтровать по дисциплине, по разделу контента, по автору и по названию. Причем дисциплина и раздел это выбор из конечного количества из списка, выбор из списка. То есть, тут нельзя записать свою дисциплину или свой раздел, можно только выбрать из существующих. А вот там, где автор и название, там можно ставить любое количество символов и, например, по первым строкам или там по одному из слов в названии фильтровать то, что есть. Ну вот, например, смотрите, как я сделал на следующем слайде. Так как я добавляю книжку в дисциплину иностранный язык, то я выбрал слово, которое мне интересно, слово герунди. И вот вижу, что со словом герунди у меня две книжки вышло. Вот, кстати, здесь тоже перед добавлением книжек мы видим, что здесь есть информация о том, надежная или ненадежная эта книжка. Дальше вы можете вот сколько угодно книжек здесь выбрать галочкой, и добавить эти книжки в дисциплину вот посредством вот этой вот кнопочки. Внутри УГСН не выделены направления и профили. Я узнаю, ведется ли работа в этом направлении, что-то по этому поводу было сказано. Ну, наверное, да, наверное, так. Я донесу эту информацию. Наши разработчики, вообще-то это такой сильно развивающийся сервис. Я не удивлюсь, если вот работы в этом направлении у нас ведутся уже. циклы дисциплины. Циклы дисциплин. Ну, в соответствии, я еще раз хочу сказать, что мы опираемся в качестве исходного, да, исходного материала на третий стандарт. Циклы, может быть, отменены, но с точки зрения удобства их конфигурирования, вот мы пока это оставляем. Вот тут, кстати, вот информация на слайде по поводу понятия надежной или ненадежной. Это надежная книжка, это книжка с долговременным договором и вероятность ее исчезновения крайне низка. Ненадежная книжка, это та книжка, которая пролонгируется ежегодно. Мы, разумеется, стараемся делать, чтобы у нас договоры были долгосрочные, но не всегда это получается. Значит, хочу обратить ваше внимание, что при выгрузке литературы в Excel вы получаете гораздо больше информации, чем есть у вас в самом сервисе. Например, вы получаете такую информацию, как ISBN, количество страниц, издательство, место издания, год издания. Это только половина. Там еще есть гриф, рекомендации других вузов, ссылка, по которой она находится в ВБС и много-много еще всяких разных удобных пунктов. Поэтому при выгрузке если вы выгружаете в Excel вы сразу получаете много дополнительной информации и много возможностей для фильтрации уже внутри этого списка. Более того, в принципе, можно всегда попытаться выгрузить наиболее такой объемный файл и в нем уже посредством фильтров работать так, как вы привыкли в Excel. Я, например, всегда предпочитаю работать в Excel, потому что Excel это настолько мощный механизм, что сравниться любому веб-интерфейсу с ним очень трудно. Ну что ж, пойдемте дальше. Теперь, собственно, по поводу рекомендаций вузов. Ряд строк в нашей книгообеспеченности помечены зеленым цветом. Некоторые остаются серыми, а некоторые приобретают зеленый фон. Вот те издания, которые приобрели зеленый фон, значит, они рекомендованы другими вузами. И в конце библиографического описания вы видите, что стоит маленький значок, например, 4, 5 или 9. Это означает, что вот столько вузов включили эту литературу в свою книгообеспеченность вот в это самое место. И, соответственно, и вам есть большой смысл рассмотреть эту книжку в качестве той, которая попадет в вашу книгообеспеченность. Соответственно, чем больше вот это число, тем больше доверия к этой книжке с точки зрения включения его в основной список книгообеспеченности. Да, еще раз вам отмечаю, что вот это вот количество сведений о рекомендации, оно появляется не только здесь, но и в Excel-файле, который вы скачаете. Выглядит это вот примерно так. Вот здесь я вам показываю правую часть Excel-файла, которая не вошла в предыдущий вот в этот скриншотик, вот в этот скриншотик, вот справа он выглядит примерно так. Гриф, информация, вот это очень важная для вас информация, до какого периода доступна книга точно по договору. Это не значит, что после этого она обязательно будет недоступна, но до этого она будет доступна со стопроцентной уверенностью. После этого есть определенная небольшая вероятность, что она может пропасть. Так вот, здесь вот есть гриф, есть доступность этой литературы, раздел, в который она входит, и в том числе вот рекомендации. То, что эта книжка рекомендуется столькими-то вузами для включения в книгообеспеченность. Вы, разумеется, можете создать и свою собственную сетку дисциплин, я об этом уже говорил. Для этого вы можете воспользоваться кнопочкой добавить свою категорию в качестве базовой, или, как я говорил, отправить свою структуру в виде любого файла. Для того, чтобы добавить свою категорию, вам надо создать то же самое, что создается у нас автоматически, создать то же самое с нуля средствами интерфейса. Это, конечно, не так удобно, но зато это позволяет создавать вообще любые деревья смысловые, в которые вы будете помещать то, что вам необходимо. ну и собственно, вот она собственная сетка дисциплин, если вы хотите сейчас я попытаюсь ответить на этот вопрос, мы уже потихонечку подходим к окончанию нашего вебинара. Значит, вот при помощи этой такого окошечка вы можете просто подготовить дополнительный файл и либо просто копипейстом сюда поместить свою структуру и попросить нас его создать в книгообеспеченности, либо выслать при помощи файла какого-то произвольного, как правило, это вордовый или экселевский файл. так, давайте я Елена Ивановна, что вы имеете ввиду под этапом подбора? Вы имеете ввиду этап когда вы первичного подключения к ЭБС, пробного подключения или как? Когда вы подбираете их? Вот что это за этап такой? Я так понимаю, что можно с самого начала начать работать с сервисами книгообеспеченности, если вы уже подключены к ЭБС, и именно там и формировать это все, то есть не делать это, когда вам отчет нужен, а именно в порядке поиска использовать книгообеспеченность. Так, вот дело в том, что преподаватели тоже могут работать с сервисом книгообеспеченности, соответственно, иметь все эти книжечки, иметь все эти возможности у себя на борту. Так, Вера Сергеевна пишет, вот хорошая информация о доступности книги, которую необходимо сделать более оперативной, то есть прямо сообщать о том в результатах поиска. да, только надо, наверное, иметь в виду, что поиск, он ведь разный, да, для, то есть у вас поиск в основном одинаковый для всех категорий, а вы хотите в роли библиотекаря иметь дополнительные опции к поиску, которые показывают вот эту всю информацию. вообще говоря, у нас в этом направлении ведется работа, то есть вот информация о доступности и о том, надежна она или нет, мы потихонечку поднимаем на все, на весь интерфейс. да, но это очень большая просто работа, у нас очень много, где книжка отображается, по идее, надо везде вот такой вот значок где-то ставить. Это разумно, да, в принципе, я вам больше хочу сказать, наверное, даже не только значок надежности, но и значок рекомендательный, да, сколько вузов эту книжку используют, тоже было бы интересно поднимать на уровень самой книжки, но об этом мы поговорим с разработчиками, я думаю, что они ведут такую работу уже, но только вот со временем это будет появляться. Не каждый преподаватель будет работать с сервисом книг, это точно, что не каждый преподаватель, вот, но, честно говоря, не каждый преподаватель и вообще с ЭБС работает, да, в процессе своей работы над комплектованием своей дисциплины литературы, ну, в некотором смысле это в ваших руках, да, если вы хотите, чтобы вам помогали, надо, наверное, преподавателей вот так же вот собирать, делать им примерно такую же презентацию, либо показывать наш вебинар, чтобы они подключались и помогали вам в работе, просто потому, что им это тоже выгодно, потому что, если они найдут это у нас в ЭБС, тогда им проще будет в дальнейшей работе, просто студенты будут читать то, что есть в их ЭБС, и все. я понимаю, что в основном тяжесть этой работы ложится на библиотекаря, да, но все-таки тут вот мы потому и сделали этот сервис доступным преподавателям тоже, чтобы они могли вам помогать, но если не все преподаватели, то хотя бы в ранге завкафедрами, чтобы могли подключаться к этой работе каким-то образом. Преподаватели роли преподавателя доступна книгообеспеченность. Так, давайте все-таки мы потихонечку будем двигаться, да. Вот теперь вот такой момент, да, я уже на это обращал внимание, обратите внимание еще раз, то, что вы ищете и то, что есть вообще в нашей ЭБС, да, это две большие разницы. ЭБС у нас большая, а вы можете быть подписан на какую-то часть ее. Особенно это касается, конечно, издательских коллекций. Так вот, книгообеспеченность, чтобы вас не дезинформировать, она ищет только в том, что вам доступно. но есть способ поискать и в во всем наличии книжек в ЭБС. Для этого вы можете первое, просто запросить таблицы УГСН, полное покрытие УГСН у нас в Excel, это такой ручной способ, использовать тестовый доступ, если вы еще не подписаны на наш ЭБС, когда отражается вообще все, полная подписка, либо использовать строчку УГСН Аксо в подвале нашего сайта. И в этом случае открывается тогда вот такое вот окошечко, в котором можно посмотреть полное содержание УГСН в полное его покрытие. Вот, это, конечно, не так удобно сделано, как в самом сервисе книгообеспеченности, но, по крайней мере, информация о том, что у нас есть, это покрывает. Так, я пропустил несколько было вопросов, пока я говорил. Электронные издания ЭБС были внесены через русмарк в электронный каталог библиотеки, но не все полнотекстовые издания, которые доступны для чтения, попали в электронный каталог. Почему? Вы знаете, возможно, вы так формировали файл русмарк, что в него было включено не все. Ведь при формировании файла русмарк можно, там, гибкий инструмент, да, там можно формировать вообще все, что есть в библиотеке, либо какой-то срез, например, с января прошлого года по текущий момент. Тогда будет добавочная информация, а можно формировать информацию о том, какие книжки ушли из ЭБС. и я не могу знать, что было у вас, но я предполагаю, что по какой-то причине у вас был сформирован список, неполный список литературы в русмарке. Возможно, я ошибаюсь, но тут надо смотреть уже точно, буквально из-за спины у вас смотреть, какие кнопочки были нажаты. Вот, так, дальше читаю. Самая первая задача – это составление списков литературы по дисциплинам, списков библиографических описаний. Это делается в расширенном поиске с указанием параметров. Составление списков литературы по дисциплине. Ну, наверное, это можно делать и там тоже, но почему бы это не делать и прямо в книгообеспеченности, опираясь на уже какие-то книжки, которые были найдены нами или другими вузами. Тем более, что эти списки вы можете выгружать хоть целиком, хоть по отдельным дисциплинам в Excel, потом как-то конфигурировать и составлять, что-то удалять, что-то добавлять, составлять из нескольких списков один. Ну, конечно, поиском это понятно, что поиск это наиболее универсальное средство, но все-таки это средство и достаточно долгое. Кстати, если вы используетесь поиском, то пользуйтесь, пожалуйста, поисковыми выборками, это очень удобный инструмент для подобных вещей. Да, ну, я не предлагаю, на самом деле, тут массу всяких вариантов можно предложить, просто книгообеспеченность, она в настоящий момент содержит в себе какой-то коллективный разум уже, который можно было бы учесть. Если вы не хотите, если вам предстоит ее здорово перелопатить, то, конечно, вроде бы, казалось бы, не с нее надо начинать, а сразу с поиска. Но никто вам не велит использовать эту книгообеспеченность прямо вот как данность какую-то. Используйте ее в таком случае, как начальный инструмент поиска. Вроде бы, это тоже... То есть, мой тезис такой, книгообеспеченность, можно использовать сервис книгообеспеченности не только собственно для формирования книгообеспеченности, для отчетности, да, а в качестве исходного этапа в поиске. Вот я думаю, что это тоже, это даст вам какой-то начальный этап, чтобы не с нуля начинать это делать. Я с вами согласен. Поиск, на самом деле, это самое великое, что есть, тем более, что, ну, вообще говоря, наше поколение, которое работает в интернете, уже давно привыкло, что поиск это вообще первое, с чего интернет начинается, да, но мы поиск тоже за последнее время сильно пытаемся сильно улучшить, потому что мы понимаем, что с поиска все работает. Ну, я вам, кстати, хочу сказать, вот что многие библиотекари, например, вот хорошо, что вы сейчас про поиск говорите, да, на самом деле типичный библиотекарь говорит о рубрикаторе, а не о поиске, да, вот, я все-таки тоже считаю, что в настоящий момент поиск, хороший поиск, это важнее любого, любой категории, любого продвинутого рубрикатора, хотя у нас есть и то, и другое. Пожалуйста, пожалуйста, да, и давайте идем двигаться уже к самому концу, да, ну, собственно, вот это не тема нашего сегодняшнего вебинара показатели ЭБС, просто я хочу сказать, что наши показатели ЭБС в настоящий момент, они больше коррелируют с современными требованиями, мы убрали оттуда, отсюда непосредственную привязку к приказу 1253, но зато добавили там кое-какие другие параметры, которые обеспечивают наши ЭБС. Показатели ЭБС это просто то, что удобно иногда показать проверяющим, что вот есть вот это, это и это, и вот основные параметры, вот они, цифровые, и, соответственно, параметры типа да-нет, то есть чего, какие возможности еще обеспечиваются. Все, на сегодня у нас все. Ой, это где же вы такое нашли, Ксения Валерьевна? Это, конечно, ошибка, но я хочу сказать, что, наверное, это очень типичная ошибка, да, люди пропускают этот слог часто, ну, это просто описка. Вы не можете сказать, в каком это, в каком это месте? Мы поищем, конечно. Я вот Андрея попрошу тоже вот это взять на карандаш. Спасибо на то, что вы нам указали это, да. Ну что, вот мы вкратце рассмотрели этот сервис. Спасибо. Я вижу, что вот по сравнению с предыдущими нашими вебинарами, количество ваших вопросов и самое главное, предложений было велико и из этого видно, что этот сервис действительно самый важный для вас. Заинтересованность им зашкаливает. Здорово, что у вас были предложения и мы постараемся их все учесть, по крайней мере, мы их каким-то образом сконфигурируем и отошлем нашим разработчикам и нашему руководству и будем обсуждать их все внимательно. Ой, я не успеваю читать. В сервисе... Так, сейчас, одну минутку. Ой-ой-ой. Сейчас, я немножечко не успел за чатом. Так, я прошу простить, я вот тут быстрее смаргивает он, чем я успеваю. Нет возможности вывести список библиографических описаний по дисциплине. Ну, наверное, некая замена этому, это тот Excel-файл, который повторяет график библиографических описаний только разбито, наверное, можно рекомендовать просто в какую-то графу этого Excel-файла включить целиком библиографическое описание, это было бы, наверное, разумно. Не только количество рекомендуемых изданий, но и конкретно, кто, какой вуз его рекомендовал. Хорошо, я хорошо, я вот только вот не знаю, насколько это для этого надо, чтобы эти вузы согласились бы на такое упоминание их. Важная функция сервиса помощь преподавателю, а не отчет доклад проверчиваем. Это вот хорошо, что мы больше думаем о помощи преподавателя. Я думаю, что тут с другой стороны я хотел бы сказать о вовлечении преподавателей самих в этот процесс. А для этого очень хорошо бы было их ознакомить с этим сервисом. Вам тоже спасибо. Пробуйте, я думаю, надеюсь, что вам понравится и соответственно все ваши предложения по этому сервису не только сейчас, но и в дальнейшем отправляйте пожалуйста нам, потому что по сути дела вот так, как мы сделали этот сервис, это по вашим же предложениям. И то, что мы его заполняем заранее, и то, что мы вводим рекомендательный сервис, это все были в свое время я бы сказал массовые предложения вас библиотекарей. Другое дело, что осуществить их было не всегда так просто сразу, как казалось сразу, но вот мы до этого дошли, и дальнейшие работы с этим сервисом, если у вас будут предложения, мы с удовольствием их тоже будем учитывать. Ну что ж, коллеги, спасибо вам за внимание, вас сегодня было много, мне это всегда радостно. Наш сегодняшний вебинар, я надеюсь, где-то к завтрашнему дню или в течение завтрашнего дня будет рассмещён на нашем канале на Ютьюбе. Да, ну для преподавателей может быть и сложно, ну что ж делать, ну на самом деле грамотность, интернет-грамотность у нас растёт, всё это сделано по законам работы интернет-порталов, я думаю, что по крайней мере многие преподаватели, для них это уже не составит очень сильного труда, нет, труд-то составит, конечно, а вот то, что они это не поймут, ну я думаю, что поймут всё-таки. Надеюсь, что наш преподавательский состав всё-таки способен понять такую вещь. Коллеги, спасибо вам большое за внимание, жду вас на следующем вебинаре через два дня вместе с вашими преподавателями. спасибо коллеги, значит, я ухожу из эфира и ещё в течение пяти минут останусь в чате, если у вас что-то не шума Продолжение следует...